Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также музыкант был инициатором создания международного фестиваля Дни высокой музыки в 2004 году. С того времени фестиваль успешно проходит на Сахалине, в Хабаровске, Челябинске и, конечно, Самаре, где с 2011 по 2013 год он был художественным руководителем Самарской государственной филармонии. Похороны маэстро состоятся в субботу, 2 сентября. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Умаслить не удалось. В Самаре возбуждено уголовное дело по факту покушения на отдачу взятки сотруднику полиции. Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, в промышленном районе во время проверки были обнаружены нелегальные мигранты. Но к одному из стражей правопорядка обратился мужчина, который предложил полицейскому деньги в обмен на то, что тот не станет привлекать к административной ответственности гражданку одной из соседних республик. Подозреваемого задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В настоящее время отделом дознания отдела полиции номер 2 управления МВД России по городу Самаре по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 291 со значком 2 УК РФ, покушение на отдачу взятки, возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. С товарами на выход в Самаре продолжают ликвидироваться незаконные торговые точки. От киосков начали освобождать улицу Челюскинцев, а на свободном месте скоро сделают зону отдыха. О преображении улицы, которая будет принимать гостей чемпионата мира, сюжет нашего корреспондента. Я тут что, просто продавец, я мясо закупаю у него, я продаю здесь. Ладно, он предупредил бы. Я вот утром узнал, сразу зашел, нарубил, сколько продам, продам, а остальное что теперь, если забирают, то выкидывать надо же. Продавец Аллахберди киоск только арендует. Теперь ему придется искать новое место для своего бизнеса. На улице Челюскинцев фрукты и мясо незаконно продаваться не будут. Кран беспощадно, с легкостью, словно рука небольшую игрушку, поднимает в воздух торговый ларек. Дальнейшая судьба всех незаконных павильонов и киосков предопределена. Их отвозят на штрафстоянку, откуда их могут забрать владельцы. В противном случае они становятся собственностью городской администрации. Он должен оказать тот факт, что он является владельцем данного торгового объекта, принести документы, оплатить, возместить ущерб, возместить затраты на вывоз как раз, на простой, который он там стоит. На улице Челюскинцев почти все киоски вне закона. А потому в ближайшее время их всех ждет такая же участь. И тогда жители соседних домов смогут вздохнуть с облегчением. Крысы, мусор, а также у нас, так как у нас здесь нет туалетов, то, соответственно, наши торговцы ходят в большинстве своем в подвалы и в подъезды ближайших домов. И вот это, конечно, тем более у нас здесь рядышком находится контейнерная площадка, куда выносят мусор те же самые торговцы. А это, скорее всего, быстро портящиеся овощи, фрукты, а также мясные обрезки. А если уж рыба чистится, выливается туда, то запах здесь, конечно, ужасно поднимается. После того, как улица Челюскинцев освободится от торговых точек, ее сделают зоной отдыха. Засеют газон и установят лавочки и ограждения. А для пенсионеров-дачников выделят специальную торговую зону. Виктория Шарая, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, Василий Колдашов. События. К ним рассвет приходит не каждое утро. Жители Красноглинского района жалуются на неубранной контейнерной площадке, которая обслуживает предприятие с романтичным названием «Рассвет». Поначалу перевозчик справлялся со своими обязанностями, но в последнее время работает все хуже и хуже. Ситуация разбиралась. Марина Матвейшина. Кошкам раздолье, людям неприятность. Мусор из переполненных контейнеров разлетается по всей округе. Чтобы пройти мимо площадки, жителям поселка Управленческий приходится ускорять шаг и зажимать носы. И запах, и неприятно мимо этой помойки ходить. Даже в магазин идешь или в библиотеку идешь. И вот это вот все тут на пути. Да вывозят. Я не могу сказать, что он лежит. Но зачастую, видно, или машина занята, или кто-то еще рабочий занят, не знаю. Мухи, разумеется, что ж. Мухи бывают. И запах, сами чувствуете, какой запах. Такая удручающая картина наблюдается не только в Управленческом, но и в поселках Красная Глинка и Мехзавод. Все эти контейнерные площадки обслуживает предприятие «Рассвет». Контракт с этим перевозчиком заключила муниципальная управляющая компания «Универсал быт» в начале этого года. С тех пор жители забыли, что такое выбросить мусор в пустой контейнер. А сотрудники администрации уже устали выписывать штрафы. Мы ежедневно осуществляем осмотры, контрольные выезды. На сегодняшний день до 10 утра не был убран мусор трехдневной давности. В выходные этот перевозчик не вывозил мусор. Мы составляем протоколы. В адрес управляющей компании направляем уведомления. Штрафуем управляющую компанию. Но они потом уже взыскивают с перевозчика. Вопрос поднимается на общегородском совещании в мэрии. Поначалу компания «Рассвет» справлялась со своими обязанностями, рассказывает по селекторной связи глава района Олег Комаров. Но в последнее время жалобы на несвоевременный вывоз мусора стали сыпаться все чаще. Ну, видимо, компания добрала объемы сейчас в центральных районах, в Ленинском, в Кольбышском, в Железнодорожном. И просто паста отшел, в принципе, у него просто не хватает техники. Контейнерные площадки не убираются по нескольку дней. Тем самым нарушается положение 404 постановления главы города. Согласно ему, перевозчик должен не только вовремя опустошать контейнеры, но и убирать территорию в радиусе 10 метров вокруг самой площадки. Сейчас управляющая компания «Универсалбыт» готова пересматривать условия договора с перевозчиком. Или даже разорвать с ним контракт. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Безопасный город в Самарских дворах. Еще три двора получили сертификаты на установку профессионального видеонаблюдения. Камеры появляются там, где жители приняли активное участие в весеннем субботнике и стали победителями программы «Чистый город». Олег Зверев тоже побывал в добротном Самарском дворе. Весь двор в цветах. Ежедневно Алиса Владимировна Кульман тратит по три часа на уход за растениями. Но дело того стоит. Красота спасает мир. А на клумбе встречаются даже уникальные экземпляры, как этот американский лаконос. Цветы это для всех, по-моему, это же отличное настроение. Утром встанешь, цветы и все. Но это для жителей вообще хорошо. Наш двор, видите, какой ухоженный. А со временем цветы во дворе по улице строителей 27 стали сажать в ноги. И порядок во дворе жители понимают как всенародное дело. Они участвуют во многих городских программах, благодаря которым появились современные детские площадки и свежий асфальт на дорогах. На подъеме, с музыкой, с весельем, с чаем, с угощениями. Выходим, убираемся. Теперь этот двор станет не только ухоженным, но и безопасным. По итогам месячника по благоустройству принято решение установить здесь камеры видеонаблюдения. Жители стали победителями конкурса «Чистый город». Сертификаты вручил заместитель главы Самары Владимир Терентьев. Профессиональные камеры будут подключены к системе «Безопасный город». Сигнал будет поступать в полицию, где в режиме онлайн фиксируются любые нарушения. Могли участвовать абсолютно все дворы, а критерий оценки был только один. Максимальная вовлеченность каждого жителя в процесс уборки, в процесс наведения порядка и поддержания этого порядка в дальнейшем. Люди сами по себе очень неравнодушны к благоустройству. Отличительная черта этих двух домов, что они очень целеустремленные и всегда добиваются своей цели. Видеокамеры получили три дома на улицах Строителей, Енисейской и проспекте Металлургов. А всего в этом году наружные наблюдения появятся в 27 дворах. Впрочем, и на будущий год жители уже готовятся к участию в конкурсе, чтобы снова стать победителями городских программ. Олег Зверев, Сергей Баскин, События. Чтобы зима не настигла коммунальщиков расплох, необходимо начать готовиться уже сейчас. Первый зам главы города Владимир Василенко назначил проверку всем районным отделам ЖКХ и управляющим компаниям. Уже к середине сентября должны быть заключены договоры на вывоз снега. Техника должна пройти тестирование, а реагенты заготовлены в полном объеме. В следующем году, в преддверии чемпионата мира по футболу, уже в марте коммунальщики должны вывести весь снег с дорог, чтобы не позволить ему таять естественным образом и не разводить грязь. Март месяц, когда вот этот вот черный снег во всех дворах, кварталки и на проезжей части его не должно быть. Я сейчас вам говорю по поводу заготовки песко-соляной смеси. Песок есть, соль есть. Конкретно и проверка. Подготовка техники. Услышали районы, да? И управляющие компании. И где вы ее заготавливаете? А, у меня есть. Конкретно, сколько песка, где соль. Поехали на склад смотреть. Вот так будет проверка. Далее, коротко о других событиях дня. Сильный пожар произошел на Кубышевском НПЗ в Самаре, сообщают сразу несколько информационных агентств со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Ни один человек в результате ЧП не пострадал. Пожар, по данным СМИ, произошел на установке гидроочистки и был локализован на площади 30 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 90 человек и 25 единиц техники. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются. Самарские мотоциклисты чаще всего погибают из-за отсутствия шлемов, а байками управляют без страховки. В Самаре за 7 месяцев зарегистрировали 43 ДТП с участием мототранспорта. В них погибли четверо, а травмы получили 45 человек. В основном ловят лихачей и задерживают скрытые патрули. Кроме того, с апреля 2017 года появились нововведения. В частности, теперь мотоциклисты-новички, стаж которых не превышает двух лет, не могут перевозить пассажиров на заднем сиденье. За нарушение правил они могут получить штраф в размере 500 рублей. В воинских эшелонах Центрального военного округа вместо сухпайков солдатам будут давать трехразовое горячее питание в вагоне-ресторане. Первыми воспользоваться такой услугой смогли подразделения из Самарской области, которые отправились на этой неделе к месту выполнения учебно-боевых задач. Вместо сухпайков на обед они получили на выбор борщ, щи, суп гороховый, мясные блюда из птицы и говядины с гарниром. Ранее горячим питанием в поезде обеспечивались только призывники, следовавшие к месту прохождения службы. В Самаре под суд попали директора конструкторского бюро. Они не хотели платить налоги. В Кировском районе завершено расследование уголовного дела. Генерального и технических директоров конструкторского бюро автоматических систем обвинили в том, что они скрыли от государства полученную прибыль и имущество организации. Ущерб предварительно оценивается в более чем 2 миллиона рублей. В Самаре по улице Молодогвардейской гуляет тигр. В социальных сетях появилось фото и видео. Мужчину с тигром на поводке сняли рядом с цирком. Он переходил дорогу по пешеходному переходу. По мнению очевидцев, человек на фото и видео похож на дрессировщика Артура Багдасарова, который приезжал в Самару на гастроли. Отметим, Багдасарова с тигром ранее уже встречали на улицах других городов. Например, в январе дрессировщика с тигренком на поводке видели на улицах Ярославля. Конкурс «Мое 1 сентября» завершен. В течение августа зрители телеканала «Самары Гидс» присылали нам в редакцию фотографии рассказы о своем самом первом дне знаний. Итоги конкурса подведем 1 сентября в 14.00 в семейном парке развлечений в ТРК «Гудок». Наша съемочная группа наградит победителей и расскажет о них в эфире. Все подробности ищите на официальных интернет-ресурсах. А тем временем ведущие журналисты телеканала присоединились к акции «Мое 1 сентября» и показали свои детские фотографии. Ролик уже можно увидеть в эфире. Чему нас учит школа? Решать порой непростые задачи, стремиться быть лучшими, отвечать за свои слова и поступки. В школе мы заводим первых друзей, первый раз влюбляемся и строим планы. 10 лет в школе – это часть нашей жизни, это первая ступень во взрослый мир. Это тот самый фундамент, который мы закладываем старательно и все вместе. Чему мы научились за 10 лет? Быть первыми и оперативными, объективно освещать события и делиться самыми добрыми новостями. Мы мобильны и интерактивны, мы доступны и понятны каждому. Мы растем и развиваемся. Это наша школа, это наши первые 10 лет. С праздником! Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Три богатыря в перинатальном центре больницы Середавина сегодня выпишут тройню, четвертую в этом году. Все дороги ведут к стадиону, на Волжском шоссе укладывают верхний слой асфальта. Сохранят исторический рисунок. Строители показали журналистам, как идет ремонт фонтана 30-летия Победы. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова